на восток вижу через джунгли какие-то пробираюсь такие вот и выхожу как на открытое пространство и вижу вдалеке храм и вот и вижу как они отступы до буддийские такого типа храм там какие-то раз-два-три таких строениям в общем тут какая-то это три ступы сначала когда же и так интересно вот что-то вот тайская вот из этой серии природы вижу он дальше в принципе уже вижу горы больше вы тогда на гималаеву было похоже какое-то до встроена в общем интересно многоуровневая будто несколько как сказать мест разных совмещено какой-то как я видела где-то другое как я не видел на картинках видела вот больше такой гималайи там тебе идет это же идет восход солнца красная яркая красное солнце большой такой диск из-за гор из этих холмов у меня продолжение двух двух мест как будто мне две точки пока может быть этот бирма что лишь такое растительность а потом такое другая гималайская что все обиду из храма храм такой большой вот это сама ступа дверца такая маленькая никогда не было открываться они или не открываются не знаю вот открывается такая дверца относительно этого размера маленькая мне прям тоже опять хранители стоят как охранники открывают эту дверцу я туда захожу захожу и там такой довольно темный темное внутри помещение внутри помещение в этом колоколе ты находишься темное помещение ну вот одно окошко есть и свет вот так идет получается если я так сижу до слева направо окошко вверху есть и но вот такой луч такой ну прям такой луч среди таким на ты направляется и вот где этот луч находится сидит по человечек как старец в белых тоже одеждах сидит в позе лотоса но как в спящем таком состоянии ли там медитации ну как бы погружен глубоко в себя что дальше и вот он этот свет я просто наблюдаю за ним за этим светом этот свет прям точечно освещает его я понимаю что он пришел вот именно точечно целенаправленно поймать вот этот луч он для этого сюда и пришел взаимодействовать с лучом солнечным это там на улице казалось бы огромный как бы поле стоились иди на улицу и стоит под всем объемом солнца нет здесь именно какой-то замут я просто стою мне как бы не существует для него сейчас он с этим лучом взаимодействовал что он делал смысл это этой медитации почему именно так с лучом и сама это ступа а я вам пока сижу сажусь немножко вот так наискось тоже позе лотоса на него смотрю что он делает и понимает от смысл как сейчас чтобы передавать так вот именно смысл такой он заходит вот эту темноту и это темнота означает как бы вот как бы темноту нашего там мира нашего сознания и так далее все что мы как бы мы как бы придем живем в темноте и вот этот призыв солнца да как бы мы так видим хотя на улице так все прекрасно и так далее но он именно проделывает это упражнение чтобы вся темнота такая сона строчка прикольно чтобы вся темнота в которой я прибиваю прибывает мое сознание там прибывает мир что-то из этой серии внутри себя ставит вот эту задачу вот этим лучом я наполняюсь и вот я хочу держать связь это солнце не всегда видно это солнце бывает как бы редко но я хочу наполниться этим солнцем и светить и находясь в темноте потом вот такой вот он именно философский вообще с точки зрения что мы пребываем в темноте и нам нужно просветить и иногда получая свет вот так направленно мы пропитываемся и познаем что-то в этот момент о себе и только тогда можем стать выделить его наружу вам достать солнце и вот он сидит для этого чтобы выйти в мир аккумулировать вот эту энергию говорю же опять он создал вот этот ритуал для под определенную задачу вообще прикольно да ритуаль и вот он наполняется этим солнцем солнцем потому что его задача остаться потом в темноте и начать светить вот как бы я сейчас это беру свыше от творца от бога прошу он как бы молится за то чтобы максимально сейчас эта энергия просветила его солнце показала ему темноту и вот он и так далее и чтобы он его смог вот здесь так вот собрать а потом светить дальше наблюдая свою темноту помогая рассеять темноту других душевых нет это работа с душой как бы с психикой тоже он каждое утро так делает и вечером делать там другое окошко тогда открывается но вот так вот вот то есть там есть как окошки которые открываются по определенным часам и тоже да они по четырем сторонам света представляете и в определенное время да вот как мы видим ну там закат рассвет там дневной какой-то там среду еще что-то почему-то вот четыре времени есть где будет стоять солнце точно и можно пойти и поймать этот лучом так перемещаясь в этом просто пустом темном пространстве прикольный храм да и это и этот замок вот именно под это упражнение вот он поделал это открывает глаза и смотрит на меня я понимаю что мне приглашает сесть на это же место я сажусь он садится на ту сторону где сидела я и смотрит на меня теперь очень необычный эффект я действительно как будто вот сев туда я ощущаю вот реально как будто плотность темноты она как бы плотного как его что-то завернули завернуть тебя в одеялко именно вот прям на эти накрыли с головой тебя одеялочком до таким и ты весь такой там вот прям вот состояние внутрь себя пришел в то же время ты как будто бы прячешься глазки закрываешься ты как бы засыпаешь и сидишь какое-то время в этом но в то же время ты начинаешь чувствовать эту вибрацию этого света именно вот так точечного будто потихонечку потихонечку начинает проникать и ты начинаешь расширяться и очень интересный эффект разворот и вот это вот солнце проникает проникает из каждая клеточка начинает разворачиваться и если я наблюдаю это вот так вот клеточки я сказала и начинаю наблюдать она была тоже как бы как сказать так цевернута как листочки вот эти вот показывают да и как бы каждая клеточка каждая вот внутренние у нас что-то в клеточке прям да вот как будто я вижу клеточный уровень или как у растений показывают эти вот такие вот тоже клеточки на таком моменте и как вот они начинают как вот раскрываться когда биохимия в этом происходит да а еще такая идет тоже картинка параллельно как раз точек да вот он солнце на него светит и она раскрывается под солнцем на днем или как листочки раскрываются днем цветы такие которые еще закрываются знать вот он вот этот механизм закрыться открыться закрыться открыться и прям вот эта энергия этого механизма сейчас передается и что это дает прям прочувствовать этот смысл во первых это мощная прям идет тоже информация это сознание это мощный момент исцеления потому что прям каждая клеточка вот она солнечная она была к чем-то закрыта закупорена может быть там спящим каком-то режиме в различным как захлопнуто я все равно вот вижу и даже если так посмотреть по телу какие-то там могут быть темненькое да что-то и тут вот этот цвет он начинает ее каждую оживляет вот это как будто вот жизнь пустили вот оживляет и они так вот соединяются 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 одно какое-то сияние солнечное и вот она все наполнилось вот наполняется сначала каждая клеточка чувствует свет уже не во тьме как говорится да и начинает разворачиваться за пределы тела тело начинает вот эту энергию продолжать как вот человек впитал солнце и он стал солнцем вот вот этот луч ну вот важно было почувствовать момент раскрытия превращение в солнце как вот отражение солнца накопление этой солнечной энергии и вот я главное сижу и вижу себя уже сияющий просто когда на него смотрела я как-то я не видела что он сияет а сейчас я вижу как я сияю как солнце все больше и больше и больше оно расходится по пространство это комната главное и даже уже этот луч перекрываю я чувствую как я сияю я смотрю на него и и теперь я вижу как он тоже сияет ну как два светила и потихоньку как необыкновенно сама эта ступа она же темная как бы немного кир там строение как бы плотное темное помещение вот мы так сияем это сияние распространяется я вижу как этот цвет изнутри начинает проникать вот в этом что-то структуру бетона так скажем да тоже на каком-то его на и его структуру именно и и он начинает почему-то быть прозрачным пропускать свет пропускать свет свет заполняет и я понимаю вот это происходит красота когда как-то исчезает исчезает этот бетон исчезает сама ступа и и как не существует так произошел технический сбой я в общем сижу в медитации там еще полчаса всего интересного происходит но не полчаса она прилично так а потом понимаем что у меня переполнена память и запись остановлена остановилась на определенном месте сейчас пересмотрела все почистила там кое-что в общем сейчас да расскажу что было остановились на каком кусочки на том что ступа исчезает и что я вижу дальше этот монах до светящийся человек я такая же мы как два уже таких светящихся объекта как-то даже вот есть структура тела но она тоже такая тонкая прозрачная мы там себя я там себя осознаю и мы с ним выходим за пределы наполняемся видим яркая красная но именно солнце и начинается именно вот мы левитация я вижу процесс левитации когда мы позе лотоса поднимаемся поднимаемся потом расправляем ноги и уже как-то вот больше так вот летим этим сиянием своим летим к самому солнцу которое есть вообще в мире потому такое и она именно красного такого свет такой большой шар и мы туда подлетаем где-то тоже ощущение такое что это вот ты туда входишь в это солнце ты войдешь перед этим мы тоже стражи стояли и потом вот мы поклонение определенного такое какое-то внутреннее благодарность солнцу внутри вот это вот поклонение происходит какой-то внутри и вот как будто приживаемся в облаках это все что происходит и дальше потихонечку а такой интересный процесс когда я понимаю что моя структура она вот вся солнечная вся вот энергия просто вот такого света и солнца начинает соприкасаться с тем с большим объектом потихоньку туда как-то входит тоже и ты как бы и вот кнопка сквозь тебя про проходит да ты туда двигаешься она к тебе и ты оказываешься внутри этого пространства света и там тоже такая плотность просто вибрируем вибрируем как бы в этом солнце и фишка в том что я осознаю как бы потерю тела осознаю да на какое-то мгновение и просто вот вибрация со световым объектом ты и есть этот световой объект потом опять как бы есть осознанность как бы тебя как сознание как вот тело тоже какой фантом такой до присутствует эту память помнишь и ты свою личность там осознаешь наблюдателя вот что наблюдатель держит этот фантом свете и в конечном итоге на чем я остановилась главное когда прям поняла что связь прервалась хочу сейчас дальше даже про продолжить смотреть но я начинаю осознавать вот еще схожу опять поток начинаю осознавать что вся все это солнце состоит из людей как бы из фантомов вот тех кто вот наполнился этим солнцем тем кто вошел все это множество миллионы не знаю там огромное количество людей начинают чувствовать личность и личности внутри этого солнца которые объединяются что она прям состоит из личности их очень много вот как если взять что армия огромные людей и она и есть это солнце понимаете как интересно вот на этом я остановилась я сейчас хочу дальше побыть посмотреть я там уже еще тоже говорила вот сейчас повторю что когда мы двигались с этим старцем до световым сиянием я не чувствовала того что он как бы со мной происходит то же самое что и с ним но у меня не ведет я сама иду он сам идет как бы это просто мы оба идем он будет удалить и им там одинаковые понимаем что даже не понимаем там я уже понимаю он там что понимает я не знаю да образно говоря но то же я чувствую что одно и то же просто происходит одно и то же с ним и со мной и вот это мне было вот этого как в других моментов там кто-то выходил там личности меня там приветствовали еще какие-то вещи а именно вот вот так происходит и даже если как будто я посмотрю еще кто-то туда залетает в это в солнце и там уже миллионы как бы вот тоже людей на самом деле личности да и все это или на самом деле это как объем вот этих личностей светящихся и есть солнце вот и все и вот сейчас я вижу что поток непрерывный идет это личности влетают соединяются с этим там постоянно пребывает ну то есть постоянно держится этот объем большим количеством вот личностей светящихся и все солнце создает состоит из личностей в чем смысл что амира говорят а мне так говорят ну вот в этом и смысл вот в этом и смысл кто-то кто-то на постоянной основе живет солнце кто-то входит выходит как вот получается тонким таким как телом участвует в этом процессе потому что я сейчас на самом деле вижу как бы раз кадр перемещается я вижу что мы все так же сидим в этой ступе это путешествие происходит внутри нас и внутри многих кто делает эту прекрасную практику может быть мне открыли просто какую-то удивительную практику вот нужно просто так садиться и делать представляете интересно она вообще существует представляете я сейчас записываю такого как бывает а это существует вот каких-то монахов которые сейчас увидела буддистки на буддистка эта тема это существует они так делают по утрам там не только по утрам определенное время посвящают и соединяются с этим соединяются с теми личностями что это дает это дает то что люди возвращаются они они просто ну кого в теле же да в человечеством в этом плотном мире и светят и распространяют свет в принципе как будто солнце все и сотворила все пребывает в солнце и когда оно светит на нас там личности засвечивают на нас мы просто сейчас такой вот форме пребываем не знаю это как бы вот словами пытаешься объяснить я даже понимаю что я как-то догнать не могу сейчас весь этот процесс весь этот процесс ну как будто божество солнца само из личности расширилась и породила все чтобы обретать различные формы и растения и это как бы человек да там все 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 что существует на планете и только на планете на других планетах всю солнечную систему а просто как будто люди своим сознанием нашли вот это вот нашли открыли вот этот ход как мне сейчас показали да и это соединение дает тотальное исцеление ну как сказать ну что можно сказать тотальное исцеление можно было сказать вроде подходит да не очень ну 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 это свет это божественность это это на всем отражается на каждом их нем движении это медитация поистине великолепная целительная в целом ее можно проделывать необязательно в ступе тут просто эффект определенный да создавали на выход а когда мы видим солнце даже когда мы его не видим представляем это можно проводить точно так же особенно сейчас я понимаю но для чего вот это дар какой дар я сейчас получила на востоке на восточной дороге дар быть всегда с солнцем соединиться с солнцем а там какая-то истина такая многомерная такая такая важная это такое важное соединение на планете земля где проигрывается вся вот это все все солнце проигрывается в разных образах как моем стихотворении боже оно так подходит это невероятно я сейчас прям в ух это же мое стихотворение его написала 24 года тоже этой это не я написала это через меня написали называется сейчас и вот это вот то что я испытывала в этой медитации это же и есть вот сейчас послушайте и точно поймете цветочек распустился в темноте луч света на мгновение рассекает царство тьмы чтобы цветочек распустился в темноте и продолжает он расти ищи ответа где свет что породил меня во тьме о как же как же как же мне без света и свет спускается в ответ на это чтобы открыть и показать тебе что ты и есть тот свет преображенный формой в цвет чтобы с собой нести творение свет привет с востока какая долгая медитация какое долгое погружение и какое короткое стихотворение обожаю поэзию за это вместившие в себя эту суть и написанное мной задолго до того как я погрузилась в эту медитацию как вспомнить дар потому что это знание уже всегда хранится в нас хранится во мне во всех хранится во всех абсолютно просто например у меня вот эта шаманская способность соединяться там доставать вот эти все вещи он тогда выделен как бы я вот этим занималась и рассказываю о том кто мы такие по разным по разным рассказываю в чем я сейчас и занимаюсь это прям вот мое ну одно из ну это как основа на которой то что я сейчас буду делать то как я сейчас проявляюсь то как я себя сейчас живу то что важно мне жить именно себя так для этого мира для всех нас для нашего солнца который у нас то что я сейчас как я сейчас произнесу